Так он пробежал около двадцати миль ровной рысью. Наконец открылась широкая равнина, усеянная скалами, изрезанная оврагами. Субтитры подогнал «Симон» На одном краю равнины стояла деревушка. С другого края густые темные джунгли подступали к самому выгону и сразу обрывались, словно срезанные мотыгой. Маугли долго стоял, сматриваясь. Вон там, словно звезда сидит над самой землей. Клянусь буйволом, отданным за меня, Багир, это и есть красный цветок. Ха! Я добуду его и вернусь обратно в джунгли. Какое мне дело до берлог человечьей стаи? Месуа! О, Месуа! Что случилось с соседкой? Месуа! Мне надо было накормить скотину. Я взяла плетеный горшок, наполнила его углями, накрыла одеялом и пошла в хлев. И тут я вся дрожу. Появился он. Кто? Кто он? О, Месуа! Это был лесной бог джунглей! Лесной бог! Он отнял у меня горшок с углями и исчез в темноте. Несчастная. Чем я разгневала духа джунглей? А какой он? На кого он похож? Он высокий, красивый. Глаза горят, как огонь. Длинные черные волосы лежат на плечах. И знаешь, Месуа, он похож на мальчика. Таким мог бы быть твой сын, которого утащил когда-то тигр. О, Махараджа! Мой сын! Посмотри, соседка, вот башмачки. Я купила их моему Нату в тот день, когда его унес тигр. Он погиб, а башмачки я храню до сих пор. О, мой Нату! Сынок! А Маугли был уже далеко от деревни. На полпути его встретила Багира. Утренняя роса блестела на ее шкуре, как лунные камни. Слушай, маленький брат, сегодня ночью Акелло промахнулся на охоте. Молодые волки убили бы его сразу, но им нужен еще ты. Они искали тебя в джунглях. Я был на вспаханных полях. Я готов. Смотри, вот он, красный цветок. Я знаю, если его не кормить, он умрет. Ему надо давать кору и сухие ветки. Они все так делают. Хорошо. Вот что. Я видела, как люди суют в горшок длинный толстый сук, и тогда на конце его расцветает красный цветок, перед которым все отступают. Ты не боишься? Нет. Чего мне бояться? Теперь я вспоминаю, если только это не сон. Когда я еще не был волком, я часто лежал возле красного цветка, и мне было хорошо и тепло. Весь день Маугли провел в пещере. Он стерег горшок с огнем и совал у него сухие ветки, пробуя, что получится. В сумерках он отправился на скалу Совета. Акелло лежал в стороне в знак того, что место вожака стаи свободно. Шерхан со сворой своих прихвостни разгуливал взад и вперед. Багира неслышно появилась из темноты и легла рядом с Маугли, который держал между колен горшок с углями. Шерхан выступил вперед. Молодые волки, мои друзья, обещали мне... Он не имеет права говорить. Так и скажи ему, Маугли, он собачий сын, он испугается. Свободный народ! Разве Шерхан стал вожаком нашей стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком? Место вожака еще не занято. А меня просили говорить. Что тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим полосатым мясником? Стая сама выберет себе вожака. Чужих это не касается. Молчи, человеческая детенышка. Нет, пусть Маугли говорит. Он знает закон. Он знает закон. Маугли то, Маугли сё. Джунгли стали логовом для голых щенят. Скоро мне придется просить у него позволение напиться. Акелло, что ж ты молчишь? Акелло теперь мертвый волк. Он промахнулся, он на вожак больше. Пусть скажет мертвый волк. Свободный народ. И вы, шакалы шархана. Двенадцать лет я водил вас с охоты на охоту. И за это время ни один из вас не попал в капкан. Не был искалечен. Теперь я промахнулся на охоте. Вы знаете, как это было подстроено. Мне подвели свежего оленя, когда я устал после долгой погони. Это было вовко сделано. Что ж, вы вправе убить меня здесь, на скале совета. Ну? Кто выйдет первым? По закону я имею право требовать, чтобы вы выходили по одному. На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет. А вот человеческий детеныш зажился на свете. Он с самого начала был моей добычей. Отдайте его мне. Он десять лет мутил джунгли. Он человек и дитя человека. Я ненавижу его. Он человек. Человек. На что нам человек? Пускай уходит к своим. А, и поднимет против нас всех людей по деревням. Нет, он должен умереть. Вспомните о волке. Он ел вместе с вами. Он спал вместе с вами. Он добывал для вас дичь. Он ваш брат по всему, кроме крови. Когда его принимали в стаю, в уплату за него я отдала буйвола. Ну, конечно, буйвол стоит немного. Но честь Багиры, быть может, стоит того, чтобы за нее сразиться. Буйвол отданный десять лет назад. Какое дело до старых костей? Или до того, чтобы держать слово? Ни один человеческий детеныш не может жить с народом джунглей. Отдайте его мне. Он человек. Теперь, Маугли, все в твоих руках. Теперь мы можем только драться. Слушайте, вы, весь этот собачий лай, ни к чему. Вы столько раз говорили мне сегодня, что я человек, а с вами я на всю жизнь остался бы волком, что я и сам почувствовал правду этих слов. Теперь я буду звать вас не братьями, а собаками, как и следует человеку. Не вам говорить, чего вы хотите и чего не хотите. Это мое дело. А чтобы вам лучше было видно, я принес сюда красный цветок, которого вы, собаки, боитесь. И он свырнул на землю горшок, и горящие угли подожгли сухой мох, вспыхнувший ярким пламенем. Волки отпрянули перед огненными языками. Маугли сунул в огонь сухой сук и завертел его над головой, разгоняя ощетинившихся от страха зверей. Так, вижу, что вы собаки. Я ухожу от вас к своему народу, если это мой народ. Я должен забыть ваш язык и вашу дружбу, но я буду милосерднее вас. Я был вашим братом, и обещаю, что, когда стану человеком среди людей, я не предам вас, как вы предали меня. Однако нужно заплатить долг, прежде чем уйти. Эй, шерхан! Встань, собака! Встань, когда говорит человек, не то я подпалю тебе шкуру! Вот так, вот так! Мы бьем собаку, когда становимся людьми! Шевельни только усом, скота-убийца, и я забью тебе в глотку красный цветок! Ступай прочь, паленая кошка джунгли! Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу совета, я приду со шкурой шерхана на голове! Так, теперь вот что! Акела волен жить, как ему угодно! Вы его не убьете, потому что я этого не хочу! Не думаю так же, что вы еще долго будете сидеть здесь, высунув языки, словно вы важные особо, а не трусливые псы, которых я гоню прочь! Вот так! Вот так! Вот так! Конец светки бешеный пылал. Маугли раздавал беспощадные удары направо и налево. Волки разбегали с жалобным воем, унося на своей шкуре горящие искры. Шерхан, поджав хвост, исчез в темноте. Под конец на скале остались только Акела, Багира, отец и мать волки и волчата, братья Маугли, давно уже ставшие взрослыми. И тут что-то начало жечь Маугли изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, слезы потекли по щекам. Что это? Что это такое? Я не хочу уходить из джунглей. Я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира! Нет, маленький брат. Это только слезы, какие бывают у детей. Пусть текут. Это только слезы. Он жив! Он жив! Балу! Ой, Маугли! Балу! Маленький Маугли. Хоть я уже стар, но не дам его в обиду. Балу! Милый старый Балуб! Джунгли гонят меня, но я не хочу, не хочу. Я учил тебя древнему закону джунглей. Слово принадлежит мне. Я уже плохо вижу скалы перед собой, но зато вижу дальше. Ступай своей собственной дорогой, лягушонок. Живи там, где живет твоя кровь, твоя стая, твой народ. А та, что вскормила меня, о, мать! Мать! Я должен тебя оставить. Ты человек, взращенный мною. Когда-то я спасла тебя. Теперь уплачены все долги. Уходи к твоему народу. Говорю тебе, зеница моего ока. Охота кончена. Уходи. О, Маугли! Ты слышал? Ступай теперь. Но сначала обними меня. О, мудрый, маленький лягушонок, обними меня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Приходи поскорей, о, мудрый лягушонок, приходи поскорей, потому что мы с твоей матерью уже стары. Приходи поскорей, мой голый сынок, ибо знай, дитя человека, что ты был мне дороже моих собственных волчат. Прощай, Багира, доброй охоты на новом пути, хозяин джунглей. Не забывай, что Багира любила тебя. Я еще вернусь. Я вернусь, чтоб положить шкуру Шерхана на скалу Совета. Не забывайте меня. Скажите всем джунглям, чтоб не забывали меня. Начал брешить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину Навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми. Маугли. Маугли. Субтитры создавал DimaTorzok